Я приехал по приглашению Ассоциации ветеранов В подразделении спецназначения Республики Башкирия Спасибо огромное, что пригласили Сейчас мы находимся в тренировочном центре Антитеррористического центра Республики Башкирия Это не показательное занятие Это обычная такая рутинная работа для ребят Они показывали освобождение заложников здания Здание, захваченное террористами Пока, честно говоря, то, что увидел, очень впечатлило Поскольку очень много достаточно общаюсь и вижу и тренирую подразделения Ну, очень высокий уровень подготовки Вот это все, что мы сейчас вам показали Это очень долгий и изнурительный труд Я пришел в отряд буквально 2-3 года назад Как бы всю жизнь я планировал, мечтал Исполнил свою мечту и выполняю долг Не совсем легко поступить в такое подразделение Очень много усиленно для подготовки, для сдачи вступительных колесных экзаменов Честно вам скажу, научить ребяту тому, что они сейчас делают Во-первых, я уже не служу очень много лет Я сам смотрю иногда с раскрытым ртом, как они работают Но все, что связано с физической подготовкой С какими-то навыками владения холодным оружием С навыками применения рукопашного боя Ну, в принципе, есть еще что рассказать В первое время, само собой, да, было так же не совсем легко Но постепенно обучаемся Постоянно у нас подготовки Различные учения подобного рода сегодняшние Такие подразделения принимаются молодые люди В основном до 25 лет Чтобы подготовить сотрудника, обучить его всем этим подготовкам Требуется около 5 лет примерно 11 лет уже работаю в отряде специального назначения Школу МВД закончил, сразу пришел сюда До сих пор работаю, скоро будет пенсия Пенсия сейчас это универсальный солдат Который независимо от ведомственной принадлежности Должен обладать тем набором качеств Который позволит качественно и в срок выполнять любую задачу С 2000 года личный состав отдела Выполняет задачи антитеррористической направленности Это выполнение задач на Северном Кавказе У нас у некоторых сотрудников и по 18 командировок Поэтому выполняли задачи разнообразные И конкретно принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе Но в нашей повседневной деятельности Как таково таких операций не было Так как у нас в наших учреждениях поддерживается должный режим Но отряд боеспособен и отряд готов выполнить любую задачу Согласно своего предназначения Субтитры создавал DimaTorzok